пиком аппарата с другой стороны аппарат данном случае как саппорт опять же нам нужен один саппорт и этот самый один саппорт должен уметь и дизейблить и хилить и так далее так далее я бы на месте ребят как-то пошел и взял я не знаю у меня есть такая бешеная идея в голове крутится сейчас во вчерашнего дня взять инчу ну убить инчу как минимум да во вторых на месте второго саппорта опять же можно было бы взять персонажа который не использует как саппорт но обладает всеми функциями и дизейбла и умный найт умный найт карьеры заблит дизейблит он не столько дизейблит сколько дебафы да он тормозит хилит так и дэм до дэмэдж вносит либо омника взять либо знаешь это феникса феникса не берут в саппорты но он здесь опять же может и санре им поселить и влететь если что от зонить и дать птичек дебаф ну да срезать на скорость атаке так далее так далее так далее плюс доты которые он накидывает да ну дэмэдж в тайм идеально бы зашел сюда мне кажется феникс его хорошо брать под конец пика герой и контрит со любым сайлансом и многими различными героями которые сейчас часто появляются в пике и не откажутся от них в случае появления феникса мы я бы его оставил напоследок если там трубки игроки захотят это сделать хорошо будет какой-то вот есть паунти хантер соответственно скаут какой-либо вот аппарат бы смотрелся неплохо если уж говорить про это да или нашу профит да или эмбер спирит вот он появляется любые герои которые обладают какой-либо мобильностью могут летать по карте эмбер спирит это делает в данном случае на тревелах по классике если собираться отрывала либо реминанты пожалуйста спирит брейкер появляется феникс я вот и хотел об этом персонажи поговорить но я хотел сказать что он может быть конечно же вторым саппортом но тогда никаких хилищих опций никаких под них именно таких момента поддержки кстати про то кто и дизейбрит и хилит и damage over time witch doctor прекрасно зайдет здесь комплекте гейминг в даблу с тем керри который они хотят показать потому что у меня ощущение что эмбер все-таки это будет человек на мид ибо я в последнее время очень сильно не люблю эмберов которых ставят в легкую линию потому что они с одной стороны могут фармить с другой стороны если они не нафармливают нормально и у них остальная команда проигрывает ой господи боже мой ну зачем 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 темп лорассасин комплекте о чем я говорил то потому что эмбер если что даже вышки ломать не могут ты помнишь сколько разбирался с вышками на прошлой карте mp вот сколько он пытался ломать на сторону сторону 1 ломал пока комплекте там вдвоем то есть остальные дрались мы не считаем да там людей которые байтились и отзонивали врагов от их же бараков там они втроем по большей части дрались и разбили линии гораздо быстрее почему-то там саппортом был неважно важно то что короче говоря эмбер стереть не обладает нормальной скоростью ноги для того чтобы сносить вышки где-то повторял повторяю и не установить когда повторять поэтому его как как основного такого персонажа как основного фармящего парня я не воспринимаю темплар осасин но опять же согласится кто-то не согласится кто-то категорически например дашкевич этим не согласен но неважно важно то что темплар осасин появляется в пике на на мид у ребят из комплекте гейминг получил что эмбер спирит будет основным фармящим здесь с другой стороны можно реализовать это все совсем другим способом баунти хантер будет скаутить эмбер спирит будет влетать и он будет не столько сильно фармящим сколько комплекте решают поиграть в активную доту то есть есть темплар осасин который опять же будет приобретать мобильный за счет блин тагера который должен появляться у нас есть дарксир который если что и ускорить может и притормозить и стяжка стенка и так далее так далее так далее у нас есть эмбер но о нем уже его потенциале мобильности разумеется даже говорить надо ничего так что мобильный активный дерущийся пик комплекте я думаю здесь будет на карте поэтому мне он нравится знаешь так минимум не скучно азиатская дота с 70 минутными катками и так далее так далее хотя и этого уже давно у нас нету я бы сказал что здесь можно и не обязательно игру затягивать у комплекте герои которые великолепно выступают в мид гейме не раз повторюсь и таким персонажем является эмбер спирит и прошлая карта тому доказательства когда он набивал когда спокойно убивая всех кто увидел кого видел на карте фарка тоже из серии герой который врывает убивает и очень я считаю ну не то чтобы им балансный в какой-то момент игры да когда в принципе мы не видим там огромное количество денег но мы видим брендаггер дизолятор и видим какие куски отрывает им пларкой оба этих героя хороши в мид гейме а ребятам из mbp феникс уже стоит максимально сдерживать их и постараться не проиграть стадию ленинга на прошлой карте не было такого чтобы кто-то прям в начале кому-то сильно дал преимущество да никто в принципе не проиграл тем самым игра вышла интересный и андайга кстати не недаром забанили комплекте я ожидал тубан еще самого начала потому что герой mp феникс не любит дабл линии расставлять и щемить на них в данном случае бы не удивился если там появился допустим там task undying тот же самый допустим ну task тоже кстати говоря совсем забыли про него зато рад что уделили таким вниманием героем как допустим тому же сам вайперу уделили внимание слордара забанили в начале вот его то действительно боятся ведь из-за него приходится манты собирать да именно так но ведь доктора забанили ребята из феникс это именно то о чем я говорил да то есть доктору давайте сорян здесь появляться как саппорта нельзя на весьма хорош саппорт и комплекте реально задумались на тем кого же все-таки остается им взять но потому что нужно чтобы и хилиал нужно чтобы и а если что подсевить мог и дизейлить и какой нибудь дот повесить дизраптор дизраптор который будет работать через микки понимаю здесь получается и и twin head dragon jack hero подирается пятым в пике от mvp феникс что ну хороший сильный ауе дэмэдж сочетание с сильным саппортом и спирит брейкером который неплохо для какой-либо начальной инициации такой дополнительный я бы ее так назвал ну что ж ну что ж а пока мы представим команды пока ребята будут расходиться на линии и я начну с команды mvp феникс кой играет на эсэфи рейзен на джекера форифф на спирит брейкере solar аквариор играет на квапе и дубу достается датал там команда комплекте свиндоу мэланд будет исполнять dark сира лимп играет на пилар ассасин пингвинчику достался эймбер спирит в данном случае зэт фрик баунти хантер ханскен будет играть на дизерапторе а с вами по-прежнему мобстер и борода с утра пораньше мы уже в эфире и будем в эфире до самого позднего вечера я думаю что не до самого позднего но матчей сегодня действительно многое поэтому если хотите в общем то получать больше различного рода контента подписывайтесь на twitter там различные фоточки забавные истории много чего еще поверьте здесь много чего интересного происходит помимо делали утренние сэлфи антон так же так и я бы даже сделал прямо сейчас пока пока у нас пауза имеется конечно же и прямо сейчас и к запустили это позже соживаться ах ты не успели ну ладно это к этому мы еще вернемся ну что же пока run control здесь комплекте за ему трону в топе отдадут ее скорее всего лимп кому же еще пингвинчик посмотрим как себя реализует номер спирите draw рейнджер если уж было и запоздал и в прошлый раз но все равно свою роль сыграл и или они работал сайлансом вот потому что вот реально была она к месту если конечно именно к месту за счет сайланса и вот мы видели как сайланс реально просто контрил эмбер спирита и сколько дэмэджа нас руки выдавала и я тебе скажу что она скорее всего таким большую я бы назвал всеми саппортом потому что но топ-2 нет ворса и не совсем но это да но по большей части она давала возможность лимпу там который был на shadow findy уже как бы накидывать но они вместе дэмэдж я считаю там 60 на 40 если уже делился хотя лимп реально с ультимейта в основном давал неплохо но под действием минус армора тсф и там и дровка смотрелась неплохо канцкин в миде за тем чтобы немного щеманать ко почему нет такая возможность имеется а с фрик там за тем чтобы курьера забить ну смотри как они это у них там эстафет с курьером да дубу забрал принадлежащую фласку из курьера понимаешь что ну меня то он точно не убьет прям соло вы может если курьера получится то его нет так что он забирает баночку и передает если его своему тиммейту которая в принципе может даже не понадобится ку сейчас пока неплохо начинают миде хоть пока и без крипов то плейн обратите внимание форев против пингвинчик эмбер спирит против спирит брейкера перед брейкер хоть и герой имеющий довольно много стринджи начальной а также еще и много хп в принципе не особо для него угрозы представляют а здесь у нас весьма интересная связка героев на боте от комплексити это баунти хантер вместе свиндул мэл он замута дарксир именно так светл мэл он я тут над ним пошутил помнишь пару дней назад о том что давно я тебе дарксир обратно но вот как раз таки будет будет что но форев понятно что просто так здесь и собирается умирать и чарш ему за тем чтобы выйти именно так важно заработать прямо то что чего я хотел добиться давным давно да вот что же продолжая разговор хотелось бы отметить вот что сайфу нужно начинать играть на виду первые там допустим пармин который он там стоит он вряд ли что-нибудь может сделать потому что но этому парню надо немножко из таков подбить и так далее так далее поэтому лим тебя чувствует прекрасный пока что имеет только уже 13 крипов на 5 крипов опережая естественно сф но сф сейчас во первых него издавал рядом который я думаю что не забывает делать стаки в лесу до 1 так здесь еще стаки здесь более того он же соответственно помогает если что ему и выживать и накидывать потому что если дубу сейчас будет на втором уровне взят не крест а poison touch это будет классно очень классно но reflection прошибать так прошибают так что можно будет лучше и взять и крест потому что да у это первая кровь открывает порой да там у нас драка серьезно было как говорится не на жизнь а насмерть но самое что мне неприятно что это именно hard laner сделал first blood которого казалось бы должны были держать в ежовых рукавицах и не дать ему просто так напасть на саппорта но к сожалению это уже здесь не смог не справиться классика к так когда соответственно первый кто умирает чаще всего как раз таки есть хардлайнер либо хардлайнер либо саппорт но здесь у нас получается ситуация в которой до хардлайнер убивать саппорта а вот он баунти хантер который пришел в мид и скорее всего отправиться домой просто потому что пару рейзов и пара но он не знал про вард возможно хотя стоило наверное как-то разведать заранее ну и тогда он стоит там не первую минуту обратите внимание что это не свежий вард он там уже стоял мог бы разведать заранее есть там или нет а так он просто подарил фраг мидеру команды випе феникс смотришь что делать с виду мэл он чувствует себя прекрасно накидывает на и лесных крипов и если он сейчас пойдет и пропали те самые стаки которые делает дубу то он сможет спокойно вот как это обычно делается дарксиром ты приходишь вот сюда вот и ты отсюда просто закидываешь вот сюда соответственно я ушел и и все и дамажишь крипов и либо даже если не дамажишь крипов ты просто начинаешь стелить опыт чуть менее чем полностью но свиндл мэллос отправляется в свои собственные леса ну хорошо в принципе собственный лес здесь по приоритету может принадлежать дарксиру я не спорю в таком случае надо лимпу делать эншентов а бомбати хантеру стоит хардлинию можно в принципе вернуться в такую более полу спокойную игру сейчас где бомбати хантер будет получать экспу в хардлине дарксир будет фармить лес линия пингвинчик вместе с ханскином да она не идеально но здесь хотя бы свое получает пингвинчик поэтому по вопросам там тоже нет просто и мне кажется что дарксир сказал ребята но типа я могу пойти и поработать в лесу тем временем баунти хантеру нужно экспо без экспы этот персонаж разумеется только кроме щи такой джентльмен будет далеко не самым полезным персонажем на карте поэтому пока он получает экспу все хорошо далее была попытка напасть на баратрума он успел отбежать оттуда а форы вжжи в цел орел 2-0 в пользу команды mv phoenix на шестой минуте нашего матча а вот кстати джакира джакира которого давно не было видно который на двоечку берет себе liquid fire начинает уже потихонечку по башням накидывать то что там вроде бы связка потенциально была неплохая дарксир плюс баунти хантера она неплохая против ближних героев здесь оба рейнджовый плюс довольно таки такие спамящие и в таком случае там дарксиры бы продавили его и выдавили с линии оставив лишь баунти хантера да они неплохо бы работали против героев без вейда и милишных но тут и вейд имеется лоран кварио рейзен в принципе сам по себе довольно неприятный герой а уж тем более это вместе с квопой могут объединиться и третьим скримом кого-либо забрать а оба героя в принципе не особо славятся там своей жирности особенно против макдэмэджа то более того еще хочу сказать еще что то есть мы посчитаем сколько милишных героев есть у випе мы дойдем до цифры 1 и больше считать не придется а вот у комплексити у нас есть и темплар ассасин который кстати на него сейчас был только что взять разбег лимпа видят и понимают ставится сентри в вард чтобы понимать где там и что и как полив забежит до лимпа попытается ударить его рейзен слоу граунда не достает сожалению дуалбресом сприк просветили его гримс там было дизраптора ханскин более-менее работать неплохо отвечает по поре вы понимаете что можно объединить усилия и забрать его попытаться но все-таки довольно толстый ханскин гонит рейзена то ходит на чарджи а рейзен может и погибнуть но скорее всего первым может погибнуть ханскин крест вешает тазл неплохо работа на дубу он все еще жив даже шаду вейф успел дать перед смертью да дизраптор может быть и погибает но два фрага за команды комплексити знаешь что я смотрю смотрю думаю почему так у баратрума лицо отрывается медленно а потом до меня доходит лимп не качал мэлт ни разу то есть он ни разу не вылетел да он заставил между прочим потратить на себя дасты потому что и реально боя боялись а там баути хантера даже побоялись больше даст может быть даже на него чтобы его замедлить чтобы он отстал хотя бы но вот он он видит прекрасно стаки которые здесь есть и я так понимаю что наш дорогой долмала жадничать можно получить их спу на этих стаках и все и этого будет ему достаточно но он уходит из так умирать нет он может быть даже если немножко получит дам получает экспо свиндул мэл он просто мог прийти и накидать соответственно этих шеллов вот о чем я говорю ой просветочка конечно забайтили на пак крипов и умирает сприк и момент рейс от кио отправляет его домой во второй раз парень уже умирает 4 2 в пользу команды mvp но а наверху у нас проблемы будут у перед рейкера нет он тратит глинцует его у него нет марш и все пытается сделать дамы же по максимуму выдает инвенчик в том числе армина ремонт даже больше дамы как двоечку ремонтов сразу поставил на них сразу же прилетел да так что все хорошо в этом плане дикий дикий эмбер спирит у лимпа появились иллюзии но как бы как бы это не сыграло с ним злую шутку а разница продолжать делать свое дело он потихонечку раздамаживать товара которые есть ребят с комплекте один здесь один здесь в этом плане дар и дарксир господи ты ходы очень хорош и ему здесь пуш потенциала не занимать опять же очень грамотно работает mvp потому что вот что и почему мне нравится их пик у них всегда есть план б у них всегда есть потенциал и на лейд но потому что надо он есть такой серьезный да есть такие на шадуфин который вы те способны что делать у них есть отличный мидгейм в виде клопы у них есть хороший инициатор тире гангер 4000 виде воротрума и у них есть пуш потенциал тире саппорт виде твинха дрэгона когда вчера проигрывали на лоджи гейминг тогда знаешь там пиком из серии дарксир виверна что-то еще такое было тени они брали тени был без виспа и я сидел просто смотрел это все дело да ты увидел да ну ты же комментировал эту карту господи боже так вот я сидел и орал возьмите без мастера потому что нужен план б из мастера очень хорош тем что допустим если тони не формирует китай там и да ты аура ему даешь скорость атаки ходимую и как-то вы можете комбетчить с этим делом запасных таких вариаций у ребят из но лоджи гейминг не было за счет этого они соответственно я считаю и проиграли потому что там был были моменты когда и теник выходил нормальные позиции так далее так далее так чему это все дело к тому что пиками пи он сбалансирован чуть менее чем полностью так же как и пик комплекс единственно что я я сомневаюсь в их пуш потенциале вот серьезно сомневаюсь в их потенциале на не он есть там пларка принципе вот им пларка донут на одну там пларку как-то рассчитывать посмотрим мидалку нападает на него пингвинчик рядом находится лим поэтому к уже оказывается зажатся всех сторон остается лишь рассчитывать на дубу что он кинет крест он кидает крест приходит рейзан пингвинчик хоть на ремнанте живой ли может вернется sonic wave solar варьер не добивает ни одного ни второго а далее может на скрине прыгнет потом и проекция на вид нас фрика там нет рефрекция там есть даст поэтому и видно его но хотя бы как-то ребята смогли потратили на самом деле а хотя стоп не качал ульту и сэф я думал что он сейчас уже выпускал душ и думаю где твой где твой реквием он не вкачаны и правильно потому что только всего лишь 8 уровень на и сэфи это знаешь нет недавно зашел и значит в пул где-то примерно четыре с половиной и мэров папочки начали орать почему у тебя на восьмом нет на седьмом с половиной уровня на дарсине нету уйти на дар дарксир ульты нету седьмой с половиной уровень почему ты его не взял на шестом но я посмеялся четыре с половиной края это нормально надо же качать вот тарак ну что жами долл подпушивать лимб вместе с петвинчиком возможность принципе неплохая и в они этой возможности пользуются потому что видят команду mvp феникс в топе где те разбирают вышку это же вполне себе успешно да не работает который крибочков размен по вышкам один в один в принципе комплекте устраивает они забирают мидл ребята забирают топы под смоуком готовы выдвинуться на смок на смок и комплексы должны понимать я думал что на самом деле не пойдут лоб в лоб играть ну то есть типа комплекции развернуться в этот свой лес там из своего же леса них выйдут mvp и mvp может ожидать появление комплекции там а вот сейчас комплекции очень сильно разрознены в плане позиционной игры и это вот так и за это проверить и их убьют скорее всего если так им захочется не выходит далее на линию хорошо фрик блин вот вроде бы такие вещи должен на ревелить дальше проблема будет у свинула на него уже взяли разбег вот он разбежек дали про неплохо сыграно дизраптором в теле оказалось аж три человека команда vp феникс единственное что он не смог сделать это конечно же дать стадик шторм так как он пятый левел он бумага и мог исправить а так принципе как аж команда mvp может даже погибнуть если все были не так хорошо как они хотели бы и порев все еще жив он заходит в лес на него также обращает внимание 40 паре уже оказался подействие три шторма как вовремя дизраптор получил 6 левел иначе бы могли бы его не убить его хоть и на млеке дубы никуда не денется закира может быть отпускает спирит брейкер добавляем то что еще давай трактил если что да то есть да конечно все довольно очевидно трекил его 2000 получает за три фрага при том что еще сами же только ну потерять тоже двоих разница колоссальная я же не но не он же не собирается прямо в него влетать прямо сейчас получать трек потому что сейчас же он же сейчас умрет галочка галочка ой хороший сюрикен дамажа двоих порев может погибнуть там нужно чуть-чуть даже четки получает крест и в этот же момент понимает эмбер что делать там больше нечего надо уходить разумеется но зачем влетать таким образом нет я конечно понимаю зачем чтобы развести на скил и чтобы заставить уйти и так далее так далее так далее с другой стороны фориев очень серьезно рисковал с третьей же стороны спирит брейкер это тот персонаж который сейчас может себе позволить рисковать на самом деле мне пи феникс потому что у них есть гораздо более скажем так серьезные таргеты в виде кио глядя на этом бриф может быть поймем что квапа например собирается собирать себе орчит ну или собирается упаковать собирать же одну треть приготовила даже больше чем одну треть дальше лимп у нас пытается работать изолятор свинел мелан опять же в мекку так же как и кио у которого мека уже готова и вы находится ну и в принципе это все обновления поэтому которые можем видеть ну и ул готовит рейс на себе за ну что ж отыграли чуть отыграли за эту драку комплекте опять же трек киллы штука забавная их надо развивать и прямо сейчас мидл гейм пока что допустим сэп набирает айтемы сэп смех и хотя тоже сейчас довольно силен обратите внимание феникс уже опять дают смог с лимпу то будет очень очень больно я так понимаю о находит свинду мэлонс уходит теряет курьера прям так наглую и фори фнезер страйк пингвинчика далее зайдет по скайламе сверху дается айтспас тут уходит на ремнанте далее ханскин если что может и прим сонет кому-нибудь врывается стяжка стенка неплохо кинетик филд стадик сторм там отказываются почти все нужно намажет приходит лимп тупо падает соник вейт ввцах на пассу реквариер пингвинчик все еще жив айтспас лимп свинду мэлонс оказывается в нем фори вьет их какие баши баши и ханскин со свинду мэлонс выходит пингвинчик еле живой не может уже драться абсолютно но может быть на фори в чейный даст и отбежит и тут разбивает к конца концов уханске также полкил для рейзена джакира и размер 4 и 3 казалось бы но трекиллы знаешь они несколько компенсируют все что происходило сейчас и по деньгам ребята получат почти одинаковые суммы денег правда на разных героях тут у нас 1200 голды джакира получил обратите внимание он не умном готовит знаешь с одной стороны отлично сработал на комплекте потому что и штатик шторм и кенетик филд и дакшир с этим делом ну комбинация хорошая комбинация была она была неплохо но как таково пока еще дома джа ау емал эта комбинация классно работает когда ты уже имеешь ну ладно бы хотя бы на эмбер спирите но мы знаем что еще нужно и скажем так как минимум одиннадцатый уровень на дизрапторе вторую ульту и чем раньше получать минс уровень тем лучше соответственно для его и для него и для его команды которая между прочим сейчас смоках далее вы нравится выйти в лес mvp найти там кого-нибудь как минимум на тут же опасность ситуация потому что свиндл мэлон получает и нет нет страйк пока что не будет получать просто урну просто немножко дэмэджа отходит далее смотрим вниз смотрим на то как зит фрик сдаст фрик заходит правда под смоком ходит в инвиз может спалить сейчас некоторых игроков а там уже дизраптором должны принципе разбирать ибо лимп сейчас кстати он сделал выбор именно пользовать изолятора не в пользу блингдаггера и сейчас нападает порев они нападают стали первыми порево обратно глимсует он это страйком нет не успел забить вернулся да мне зацепился к сожалению искусствовал его полностью а значит такой момент да что у него она отменяется при любом там да 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 еще кстати что он может ты знаешь именно момент когда ну да в принципе именно с глимсом он никак не вернется обратно если на тпшку он это делает он привязывать если глимс его соответственно отправляет тот самый момент когда он уже анимацию почти скастовал да то есть прям отклонился на максимальный угол то по моему возможно возвращение я еще говорил о том что например вот треккил и дайтом у нас получается дети учимся вместе понимать доту при даже дана и собственного персонажа да то есть там товарища убивают на нем беджи подожди тут у нас возможно за вышку-то бороться собирается ибо глиф сейчас выглядит ну так что ребята готовы нападать и ханскин выбрал себе очень хорошую позицию глимсует обратно рейзен уже здесь к негат много демоджа старик шторм генетик филд мека пошла в ход стяжка стенка все выглядит очень хорошо к фактически шансов не остается если б не дуба кинул на него крест и он не успел результатоваться попытка номер два она неудачная лим получает даблкил порев даже в драку вступить не может отправиться может быть за дуба на за страйк то делает лишь бубицы вину мелом за кинетик не ставится форев останется здесь методами но он все еще живет рипплкил получает лимб и много денег он получает вырывается на первую позицию по голде и в нетворсе занимает первую позицию и сейчас тут опять комплексити под нажали и треккил и работают и все остальное и потихонечку их команда становится богаче а в данный момент они еще получают возможность забрать рошана а лимб с дизолятором и время на это уйдет и так много то о чем я говорил я говорил о механике работа треккилов допустим мы с тобой играем и ты под треком тебя убивают и я тебя дана юда при всем при этом трек принесет все-таки даже при условии того что там дана и трек принесет дополнительные деньги то есть это будет считаться как треккил для баунти хантера ну то есть для команды врага то есть бонус голда за трек сработает по и получит ее враги так что в любом случае даже если дана и от соперника треккил будет работать неважно важно что пингвинчик будет срываться куда-нибудь сюда я так понимаю что он должен знать что куа находится рядом именно здесь и райзен тоже здесь как бы подойспаться сейчас не попался на сэмбер спирита стрек полетел на кио кио все понимаете удался на культура вместе уже отменил дали проблему уже олимпа потому что получил он еще и макро пиру споров не знаю пока что куда ультовать тут пингвинчика амку остается и говорят сзади он все это время еще в драку ты не вступил его очень хорошо сдерживал сейчас дизраптор такой л-1-2 минус еще и баунти хантер и у лимпа будут проблемы алип уже потихонечку отморит него в принципе еще я египс если что надеюсь он его продаст и не станет на него там идти спасать его ибо тот уже погиб да это минус 4 это действительно очень сильный удар по ребятам из комплекте те это трипл килл достается кой но игра еще разгорается я не понимаю сказать вот слушай что они там делали за серьезно они видели прекрасно где находится все персонажи соперника да они видели находятся кио более того на него был выгон соответствующий трек то есть сказать что они там не доглядели это ну так ладно разбег на хански на контакте это все это дело дали олимп просветили но и все алимп здесь уже дальше больше ничего не это это билус линия понимаешь они не пойдут дальше даже с аеги сам а к тому же лимпа можно ведь легко задизайблить пингвинчик solar enquариор лимп может погибнуть это минус аегис в линии будут будет падать о какую ошибку допустили сейчас игроки команды комплексите далее они не знают как точно ворваться хански да нет а через него сложно войти в драку без глимса сайланд получает только что пингвинчик варят и оттуда может уйти он получает уйму дамаджи стяжка стенка все выглядит замечательно некому продолжить эту комбинацию вообще некому заприк там только дает треки и фирикены он падает пас чуть-чуть совсем не попал буквально краешком своего всего этого дела но опять же у нас уже нету стороны как минимум поры пытается уйти и он идет спокойно абсолютно только-только переводился ханскин сразу арчит на лицо получает свинел балансы они еще получатся разворот от мвп все еще минус трое ханскин также отправиться в таверну потому что ну а что ему начать буду делать фрика держали 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 еще один рейс на рейс уже мало не хватает да и ладно пусть живет флор и опять же получает себе урну лучше не лезть на центре лезет не туда куда надо чардж не успел он удар сделать маленькая так бы убила расти атаки он бы да мог бы убить спокойно 2013 и потерянная сторона для комплекте опять же это только лишь потерянность оцените сумму которую получила сейчас команда mvp то огромная сумма денег они получили опять же на ключевых героев которые сейчас не погибли это к и это квапай но что я хотел то что как бы всего одна сторона снесена одна сторона это не проигранная игра конечно но знаешь как они легко это сделали при такой знаешь критически фатальной ошибки комплексите но это и это такое она была она была состоялась двух частей одна произошла на месте тир-один тауэра команды mvp вторая произошла кодоханским по лесу классика это классика такой серии заигрались то есть они выиграли раз замес 2 замес 3 замеса просто в салате ну потом прошли еще и рошана взяли то есть прям бабахну сказали все ребята как в прошлой игре камбэчери так и сейчас камбэчем все mvp давайте могилу роем уже берите лопаты раскапывайте себе и амбеки сказали да нет как бы мы не будем это дело раскапывать и вот и камбэк то есть просто расслабились комплексе мне кажется просто подумали что игра уже в их руках и никуда она от них не денется но это 685 это дота и у нас такого такое бывает чуть ли не каждый день поэтому он стоит более аккуратно потому что делаешь ладно т2 еще один последний между прочим т2 того который стоит на карте у комплекте будет снесен прямо сейчас то есть в виду происходит у нас есть ханскин давайте глянем на этом бриф на самом деле что и как потому что остаемся в курсе бара себе покупает по импи разумеется давно мы видели уже отчитаный раз спасал ребят шадуфинк и вот и яшка есть и бкб появилась и вот бкб на самом деле это очень очень серьезно получас его будет юзать первый раз и нет уже про кастом которым раньше убивали уже убить не получится но пока готовит вновь я думаю какой-либо мув мвп мало того что они сейчас по традиции занимают вражеский лес пока дожидаются рожан они его зафармливают они не выпускают далеко игроков команды комплекте те самым как раз таки не могут получать деньги сейчас посмотрите чем заняты до игроки нам где находится пингвинчик где находится лимб они понимают прекрасно что выйти им не удастся как там с тобой придумывали помнишь этот термин как его на доминацию леса здесь даже знаешь не то чтобы в лесу они доминировали они боятся потому что их уже ну реально страх имеется погибнуть снова также очень глупо как они это сделали на боте потому что одна ошибка такая подобного плана привела их к тому что ребята лишились одной линии и вторую линию терять не хотят комплексе решили найти врагов и сделать это в смоках и они направляются в раскрес сейчас все будет уже у них vision крайне ограничено не идут собственно лес думаю что там кто то есть к тому же и нет никого поэтому это опять трата времени они деньги за это не получают вот что самое интересное праздник получил треки и все на этом весь смог смог не реализован тем временем клапа покупать себе пока башком и цепиковая линия наверху стоит mvp т1 но смотри теперь теперь ответ мало того что там имеется варды причем вот довольно таки удобный вар для того чтобы делать смог они по нему сейчас и делают этот забег заходит в лес сейчас главное что впереди шоу допустим рейзен у него форстаф у него юл он может принципе инициировать да и вот ночевой сайланс пошел на ханскина можно туда тупо и спас дать если попадет он не попал все равно отворец заканчивает это дело да это уже в несуществе команды комплексе они лишились весьма ключевого героя под названием дизратор если что поэтому на крайняк парень может вернуться в так что пока что драка не началась еще на самом деле пусть плюс поле того товар еще не просил даже не знаю я бы сэнджин я что дождался у сфа который он уже купил но она без нее начинает пушить мало то что без нее так еще и без аегис который мог бы вскоре появиться но у ребят видимо не знаю если терпение или нет но пока видим что наверно жалко все-таки будет заставить и драптор байбэкнется вот все-таки у нас же байбэкнулся драку ибо начали уже пингвинчик погибается за страйк билл соларинк варьер еле уходит живой оттуда под бкбшки свинул мэлос догорает от пассивки рейзона далее лим с ханскиным и с фриком сложно уже вступить в драку потому что они находятся в меньшинстве вышку пушит а у них мало что есть лим санули обратно рейзон стопор стапнулся промазал айс пасом напал вновь в поле ко сзади сзади все плюс стадик шторм поставил ханскин это не помогает держать карту в туслу пилку это стадик шторм потому что у него есть бкбшка который мы говорили прямо сейчас и все вот на и сэнчиньяша которая там была вот они и те самые мвп которые развернулись начинают наламывать чешки я понимаю так что у нас один-один но по факту еще нет ко там под крестом борется далее сприком со всеми остальными лим также сейчас это в драке но сделать он даже ничего не сможет во все еще живут разу стапнули ханскин также не смог ничего сделать чуть не погиб отправился на фонтан сприк ну тут уже все ясно ибо мы видим gg со счетом 26 13 заканчивается матч мы пока смотрим как падает трон ну а что можно добавить один один это вполне себе интересный результат в рамках данной встречи это хоть и ничья ребята по баллу получает турнирной таблице выступление опять же можно назвать командой в пи феникс весьма интересным это первый день сегодняшней их игры и комплекс эти чем-то порадовали я бы сейчас сказал что ребята играли очень равно и очень интересно и мне хочется посмотреть эти команды как сыграть с нашими сын ге коллективами вот у меня самый работ awhile whichIDs показали это правильно это вам и обязательно сейчас именно в этом они почему именно в этом именно в этом а